Да, я не думаю, что так вытянется сегодня. Ну, по-спонтанно. Иду мы и духом. Ну да. Ну, заезжаю в Красный Крест, думаю, е-мое, ну как не заехать в Красный Крест, а? Ты же 90 лет Красному Кресту. Можете представить, это организация, которая существует 90 лет. Вы сколько существуете? Вы только 12? Ага. Вот тоже. Это 90. Ты думаешь, их не гнобили? Я думаю, что их тоже гнобили. Если порыться в их истории, они что же пошли, это Красный Крест, вне всяких там конфессий, вне всяких. Они спасали всех. Правильно? Ну, надо порыться в нихней истории. И стали международными. Ну да. Так вот и вы должны стать международными. И поэтому встреча... Скоро мне к чему поверить. Ну, Мерсико, ты что-то Америку не рассказала? Самое главное не рассказала. А ну быстро расскажи самое главное. Быстро. Мне в Америку задавали, когда честно. Ахахахаха, предлагаю. Расскажи. Да, разряд. Сядь, возьми стульчик и сядь. Можете идти. Можете идти. Можете праздновать. Давай. Смотри. Командиру, расскажи. Не, вот сюда, в стульчик, сюда. Конечно. Самое главное не рассказал. Где-то бумага. Вообще тут не надо рассказывать, дай почитать. Так, как на украинской голове. Ну, переводи сразу. Помидоры хорошие, а? Чувствуется, да, что домашний. Чувствуется, что не домашний. Без каких. Не турецких. У нас же 70% с помидоров турецкие вообще. Садись. Куда, куда, куда? Нет, дверь не закрывает. А почему? Нормально, открылась. Я на собрании хотела даже рассказать. Садись. Когда? Я на собрании хотела все рассказать. На собрании кто рассказал? Сначала командиру. Ты командирую части, доложи сначала. А потом уже командир части принимает решение. Это первый ежегодный конкур журналистки-проследование. Ежегодный конкур журналистки-проследование. Кто проводит? Посольство получено в штатах Афангелии, в Украине и газета «Украинская правда». Ну и сайт «Гангадзе», знаешь, что у нас есть такой «Гангадзе»? Гангадзе был, царство небеса покойный. Убили чувака. Гангадзе. «Украинская правда». Ну это самый у нас крутой сайт «Украинская правда». Ну что это за музыка играет? На компьютере. Что-то непонятное мне это. Твоя? А чья это? Она была здесь помидейщем. Да убей ее. Аня, это хорошая пасла. Ну говори, что это за конкурс? Ну конкурс по поводу детской пьяни. Там самое главное, там самое главное, ну там от 18 до 25 лет. Мы с тобой не боялись. Я бы сам был с удовольствием поехать. Хочешь в Америку, Серёд? Нет. Не хочешь в Америку? На пару дней, не на все еда. Да, ну я бы съездил. Не то, что у меня прям стремление, да, огромное желание поехать в Америку. Ну а что мне съездить? Я хочу съездить везде. Ну я и помню. Не то, что в Америку. Да он не так. Да не на ПМЖ. Да. Да не на ПМЖ в Америку. Там не на ПМЖ в Заву. Сейчас все равно вызовут. А мой достань тоже, Костяк. Вообще я хочу, хочу побывать во всем мире, везде. И в Африке, и в Австралии, и на полюсе, и в Америке. Так что такой вопрос, хочешь ли ты в Америку? А я хочу туда в Америку. Я был в России, и теперь еще побывал в Украине. Две страны. А еще в Германии был. Был Германия? А там что делал? В Америке. А, в Америке, да? В СССР? В СССР? В СССР. Не, а я был в Берлине. Вот эта машина в Берлине. В Берлине, а вторая в Грэдзене. Ну и в Берлине катался тоже. Ну я не помню ничего. А где ты? В танковых черных? Нет. Я связист. Связист, подпольщик. Шифровщик, катеровщик. Пять лет не разглашения. Ну уже можно или сейчас еще нельзя? Давно не можно, все. Рассказывай. В глаза, в глаза смотри. В глаза. Гробчик говори, да? Гробчик говори. Гробчик говори. Там я и научился печатать. Глаза, глаза смотри. Подожди, так ты был в этих... В какие-то войсках? А в какие годы? В 88-90. Это через три года. Я в 93-м. Я был как раз выходили, когда они. Это было, надо было видеть, когда они выходили. Да при мне открыли границу. Вот эту границу открыли. ФРГ, ГДР. Сломали стену, вот они, в Берлине. Это было при мне. Я увидел, как плынул поток туристов. Как начали продавать, сразу же армию. Началось все со значков и куража. С этих... С блядь, да? С блядь. Все. Ваши... Как это? Солдат на втором году службы дед. Он должен быть весь вешен в значках. А их уже не было ничего. Упробовал все. Деньги нужнее. Продавали все. Браво. Прям через забор. Уходили по гражданке вообще, да? Уже не было моды уходить в военной форме. В военной уходили. А зачем, если он все продал? Нет, на дебель-то оставался у нас парадный костюм. А что костюм не продал? Костюмы что же сли? Ну, я не знаю. Ну, не продавали мы костюмы парадные. Это вы еще не продавали. А, наверное, эти уже последние уходили в гражданке. Армию продали. Прям с молотка пошла. Через забор. Прям вот через забор. Шла передача, не кидали. Вот забор с решетками, ну, трубочки, вот эти вот, прутки. И туристы идут, видят солдат. Иди сюда. Дай значок, и деньги стоят. Все, значка уже нет, и деньги есть. Все. Вот я вот видел, это все посмотрел. Сразу такой, ну, поток информации. Уровень жизни сразу же сменился. ФРГ, ДДР, это что, социалистический лагерь. А ФРГ, капиталистический мир. Так вот говорили. Сразу все поменялось. Сразу поменялось с чего все? С машин. С автомобилей. Трабаны сразу побросали, да? Да, побросали. Трабаны, копейки. На, копейки мы приехали за копейками. Я же приехал за копейки. Я не знаю, как вам досталось копейку. Уже в те годы не было копейки. Ну, как мне... Не, я покупал уже у солдат. У военных, конечно. У гражданки. Значит, перепродали ее в 10 раз дороже. Ну, что, судмарок, я не знаю. Это через край сейчас, собственно. Если на 100. Не знаю, я здесь рада. Я покупал марк, я покупал фольксвагины. Я покупал у прапорщиков уже. А прапорщики уже растачили там на таких крутых... Я за счет фольксвагины покупал. А ты знаешь, как машины вывозили с Германии? Не знаю, я там все оставил. А что ты не вывез? Я там тоже что сделал. У меня в наружных. А знаешь, как я увозил машины? Вот смотри, как я машину в 93-м году. Я же рассказывал, что кто не верит. Это только надо рассказать тому, который это может мне действительно подтвердить. Солдаты писали номера на бумаге. На простой вот такой бумаге. Ну, только такие, знаешь, номера как бы... Фильмные номинаты. Ну. Писали бумагу. Ставилась печать воинской части. И то она могла там яйцом поставить ее. Ставилась печать воинской части. И все. Это были номера, как бы приклеивали. Транзитные номера. Да. Транзитные номера. Купчая писалась на капоте. Купчая. Это бумага такая? Купчая писалась на капоте. Не было ничего. Не было никаких нотариусов. Ничего. Положили в ту бумагу. Я такой-то продал. Да. Я такой-то продал и все. Понимал. И вот мы приезжаем с такими номерами. Как бы... Не было ни ГАИ. Ничего не было. Ни нотариусов, ни ГАИ. И эти вот только на таможне немцы. Вэк. 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 Смотрит копейка стоит. Вэк. 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 Метловон ушел. Да. Вэк. Там же у них какой был закон, когда пришел в ФРГ, ну, открыли. Когда закон. Машина там уже старше каких-то лет, она должна быть на свалку выброшена. Чтобы выбросить на свалку, нужно заплатить там что-то 400 или 500 марок. На минуту сбоку. Чтобы сдать машину на свалку, нужно деньги заплатить. Кровь. Так а зачем ему деньги платить? Он лучше ее подполнит к войской части, отдал к солдату и еще получит с нее марок в сторону. А что там, не это вот? А, металлок же они на Турцию не возили. 90-е годы, я еще не знаю, как там было. Но знаю, что немцы пригоняли машины к войской части и отдавали их за бесценок, чтобы им не платить за утилизацию. Если он бросит ее на улицы, то его штрафуют. Я год там прожил после службы. Я два года служил солдатом, а потом еще год прожил там. А что ты жил, просто скрывался там? Нет, я был наемным. Я устроился в войскую часть кочегаром, работал сутки через трое. И сколько получал? 500 марок. На минуточку. На минуточку. Серьезные деньги были? Ну да. Ну, в то время безработный немецкий получал 900 марок. Но он не мог прожить на эти 900 марок, потому что он немецкий. Ну, без питания у тебя было, особенно сладкое. Ну да, мясо из столовой. Просто зачки ли там еще приторговывалось? Бензин, сигареты. С дочками приторговывал? Их не было уже. С дочками не было. Их уже не было. На бензин продавали. И на сигареты был бизнес. Я помню, сидят, вот уже запомнил. В пивной зашли как-то. И сидят, вот это что-то хорошо запомнил. Драка чуть не началась. Мы как-то угомонили. Как-то мы его чудом угомонили. Сидят компания этих вот немцев, бухают. И сидят компания военных, бухают. Видно, но не в форме, просто танкисты. И что-то немцы га-га-га, бе-ге-ге, что-то пальцами тыкали. Эти вояки, ну там майоры, капитаны, лейтенанты. Ну, это же давно, в 93-й год. Ну, я помню, вот так знаешь, с кулаком по столу. Бабах, так знаешь. Бокалы эти чуть не поскакивают. На этим немцам. Фашисты, мы еще сюда на танках придем. Понимаешь? Ну, хорошо, что среди них еще были как бы трезвые, которые его начали держать, этого чувака. И мы там начали его как-то успокаивать, угомонить. Ну, как бы угомонить. Потому что те уже все, полицию, полицию хотим вызывать, чтобы... Я получил от немцев. Мы попали под замес под серьезным. Слава Богу. Вдвоем ночью гуляли вдвоем с другом. И увидели толпу фашистов. Ну, нацистов. Нет, ну не нацисты были, то были обыкновенные немцы. А это молодые пацаны, нацисты. Такие ботинки у них вот с большими носами. Куртки косые, лысые, с капюшонами. А мы что-то... А мы решили с ними познакомиться. Сигарет у них спросить. Они у нас в фарфе. Тут выясняется, что мы русские. А они нам, ага, русишь, и мы, да, русишь, коммунизм, и с ним. Какая-то тебе разница, мы уже русским матом, русским матом на них. А это они прекрасно понимают, оказывается. Мы думали, что они не понимают. У нас было двое, их было человек, наверное, десять. Они были с шлемаками, ну, с надциклетами, с цепями, с дубинками. Нас пошинковали прям там, на площади, прям побили вдвоем. Два друга, вот мы говорим. Нас побили серьезно. Это было наше знакомство с ними. А что, ты не понимал, что это может произойти? Нет, это был первый день. Первый день чего? Когда я вышел в город. Первый день увольнения вышел? Не увольнения, а когда я приехал туда на работу, уже вольнонаемным стал. Когда я не стал не солдат, а вольнонаемый, я уже по гражданке. У меня нету формы, ничего. Я в гражданке, я вообще, ну, служащий, советская, гражданка. А до этого, ты что, не понимал, что солдат, а солдат не били, наверное, да, до этого? Да, солдаты не выходили. И солдаты, если нас выведут в трое, там, 10 человек, сводят в парк на озеро. Прошлись в трое. Да, прошлись в трое, назад вернулись в трое. То есть мы не думали, что это так. Мы думали, что они наоборот захотят с нами контакт какой-то завести. А просто мы, там, русские, надоели за 40, там, ну, за 50 лет, наверное. Потому что если взять количество русского населения там, в этом городе, там было 30% воинских частей от населения этого города. То есть нам не надо было учить немецкий язык, немцы знали русский. Немцы лучше знали русский. Они в школе учили. У них в школе был здоровый. Если это 45 лет или 50 лет, 45 лет там стоят в воинские части. А куда 45 лет? С 45 года? С 45 по 90 45 лет. Да, ты плохо считаешь. С 45 по 90 45 лет. 45 лет, если стоят в воинской части, которые занимают 30% от населения, они говорят... 45 лет, это же до этого на хрена. Проще вот немцам, они чисто говорят по-русски. Ну да. Ну да, мы приехали, уехали. Два года даже пожил, уехал. Ну да. Согласен. А потом, когда мы отопили с этими фашистами, нацистами и проводили вместе с ними совместные рейды. По вьетнамским кварталам. Они решили сначала с вами, с вашей помощью. Они потом поняли, что мы тоже нормальные пацаны. И мы вместе с ними... А надо бы говорить, мы бандерасцы, мы слушали бандерасской армии. Мы вместе с ними бухали, курили планы. Ходили по вьетнамским вот этим точкам. Там план был? Да. Ну в смысле, план, какой план? Конопля? Брихуана, ну да, конопля. А где она? Холанья, что ли? Нет, нам привозили отсюда. Из союза с вами. Из Абхазии. Солдаты, да? Притратан. А? А ты не подозреваешь? Ха-ха-ха. Позоверёте. Давай, уже завёл. Садись. А тебе что, не интересно? Ты поняла, что ты не попала в военную организацию? Понимаю. Притратан. Абхазия. Абхазия. 통 ranking.